Вроде, вроде, вроде норм. Так, это я сделал, это я сделал. Осталось только микрофон на место поставить и раздать ссылки. Поехали. Музыка раз, музыка два. И чатик, 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 конечно же, чатик. Куда я без чатика? Был обычным человеком. Обознакомился с чатиком, стал бустардом. Так. Все выключить, все выключить. Ну что, поехали? G-Drive сказал поехали и... И все. И никуда не денешься. Так, значит, вчера у нас была Скандинавия. Сегодня я не хочу давать опять какой-то тематический стрим. Там было по Скандинавии. Но для разнообразия надо включить новую деку. Для разнообразия пока народ собирается. Привет. Привет, Евгеха 456. То есть, понять него, то ли ты снайпер, то ли Николай. Издалека. Так, значит, для разнообразия красный дракон. Возвращаемся к этой системе. Дека, как я уже говорил, слабая. Не, 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 подожди. Нет, не так пишется. Это пишется вот так. Дека слабая, но там по формальным принципам есть все, что нужно. Именно по формальным принципам. Есть механизация, есть тяжелые танки, есть ПВО всех мастей. Оно все дерьмовое. Оно все есть. И формально эта дека играбельная. Ну, ладно. Раз формально играбельная, значит, собираем, играем. Так. 5 хватит. Ой, что я включил? Что я включил? Какой кошмар. Ладно, потом переключу. Сейчас деку собрать. Стандарт. Файбосс тоже стандарт. Дальше. 25-ку может взять. Погнали. Я попробую еще раз взять 25-ку. А на последнее время, когда мы появились, вообще не заходит. Но попробуем. По вертам. Тюай я, естественно, брать не буду. Да, господи. Сказал же, не надо писать. Привет, доктор Вайс. Всем привет, всем привет, всем привет, кто подтягивается. И слышно, и видно. Черт, я в трусах. Не смотри на меня, доктор Вайс. Так. Так, 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 так. Вообще, теоретически, Красный Дракон можно собрать многими способами. Но практически... Нет. Это не так немножко работает. Практически сборка будет всегда плюс-минус одинаковая. В том числе, БТР-80. В том числе, БМП-2, Кратали и так далее. Так, возьму в качестве арты Грады. Град всему голова. Миномет. Смотрю на количество боеприпасов. 120. Вот этот хочу взять на 60 патронов. Но здесь 120. Пускай будет 120. Да, без лычки. Чтобы чуть побольше круг разлета был. Привет, Эйнштейн. Красный Дракон. Минбайты и не обсуждается. Да, начальник. Так точно, начальник. Так, дальше. Пехотка я потом соберу. Фоб. Вторая Кэшеем. Вертолет, вертолет. Дека дерьмовая. Часто будет... Часто не будет юнитов, которые мне... Ну... Короче, надо вызывать танки. Танки уже все потеряны. Больше ничего, кроме танков, не надо. В такие моменты хорошо выходит снабжение. В слабых деках имеет смысл брать больше снабжухи и больше ее вытаскивать. Так. Все время запутаю, какая из них какая. Мне нужна с автопушкой. Мне нужна с автопушкой. Без лычки. Дальше колески. Бам. И спам. Пока так. Отшельник, здорово. Как сам? Йоу. Как жена, дети? Как же БМ-24 Китая? БМ-24 Китая имба. Она просто имба. Поэтому я не буду ее брать. Дам противникам шанс. ПТЗ за 59 ее нерфили. То есть апали. Уменьшали цену. Ну, ладно. Не зря же они удешевляли юнит. Я просто сделаю вид, что это и правда работает. Красный дракон просто так. Что значит красный дракон просто так? Эйнштейн. А как он должен быть? Ты имеешь в виду специализацию? А специализация не нужна красному дракону. Вспомнил, что здесь берется в этот слот. Тунгуска. Ну и все вариации красного дракона, они будут примерно вот об этом же самом. Можно поменять один танчик, можно поменять арту. Я хочу град в этот раз. Можно взять БМ-24. Можно взять Коксан. Ну, база она будет всегда. Об одном и том же. Ты же шутил про просто так? Я не помню, еще сегодня утром была. Эйнштейн, ты говоришь про какие-то вещи, которые может быть были вчера или позавчера. Общий китайец не очень эффективно себя проявляет. Может друг зависит. На уровне мета-гейминга руки здесь ни при чем. Когда ты рассматриваешь с точки зрения мета-игры, мета-стратегии, мета-тактики, руки не учитываются в принципе. Во-первых. А во-вторых, ну ясен хрен зависит от рук. Да. Ясен хрен зависит. Подписчик тебе знает. А, господи, а джедрайв писал. Нет, не просто так, а на интерес. Или нет, как там, или без интереса. Он говорится без интереса, правильно. Узкоспециализированный дракон может перевернуть игру с ног на голову, но он должен быть на узкоспециализированной зоне. Вот ты, к примеру, берешь, заходишь на карту, пацанский порт и пацанируешь там красным драконом мотором. У тебя одновременно получается в деке элитно, элита элитная или джани с РПО, у тебя идут джендай с 23 гранатометом, элита элитные, в максимальной лычке смысле. У тебя спам с 25-поинтовой элиты, что еще есть, дешевый ДПС, понятное дело, моторный, танки разведывательные, тут куча ДПСа. И ты проносишь вансанский порт в одну калитку. А если ты приходишь не на бансанский порт, ну типа а чё? А ничего. Прикольная механизация у красного дракона, но для механизации нужен союзник. Ты берешь, собираешь себе, сейчас покажу. Один рекарта резервистов, два карта резервистов, уже 76. Дальше. Хвасанчонги, понятное дело. Потом бочонки. Потом жанши. У тебя получается, вот не соврать бы, отрядов 200 пехоты. Но нужен парень, который будет стрелять из-за спины. Сегодня опять нубов накидали, да? Х2-65 плюс 4, аж 7. Аж 7, это тонник. Типа, что его 3, он не выпадает. Что его 4, он также не выпадает. У него очень маленькая бомба. Ну поехали на Дмитрия тогда. Вот. И отправляясь на Дмитрия, на полном серьезе могу приехать либо механизированно, через бочонков лушандуев, либо моторизованно, через джокджиков, джедаев, не зная, кто почитается, или танкестов. Абсолютно универсальная фракция. Но проблема все дерьмоватого качества. Эти стоят дорого. По цене элиты идут. Но они не элита. Это все равно штурмовики. Танкесты, это бойцы. Хотя цена хорошая, свои деньги они окупают полностью. Но это все равно бойцы. Они в какой-то момент перестанут стрелять. И так далее. Короче, сейчас я соберусь. Еще потрындим маленечко. Так, спам, спам, ПВО, ПВО, ПВО. Штурмаши. Так, сделаю для начала. И БМК. Привет, Кей-Ю. Всегда рад тебя видеть. На стримчине. Я сделал деку ВДВ красного дракона с упором из самолета и вертолета. О, Господи. Нет, ВДВшник, он тоже интересный. Там есть чем повоевать. Но он все равно будет уступать американцу и совку. Еще раз привет, Кей-Ю. В механе вроде нет резервистов. Они на машинах катаются. Сколько они память не изменяют? Точно, там нету резервистов. Но это, в принципе, игра от спама, когда идет. А в механе там резервистов нет. Ты просто берешь бочонков, 2-3 карты. Берешь жаншистов, 2-3 карты. Спасибо, что напомнил. И бахаешь. Подожди, не пойдет так. Мне надо светить. Мне надо видеть, где будут вертолеты, чтобы по ним стрелять. Для этого нужен вертолет. У нас слева нубчик, я так понимаю. Им будет дефать центр до последнего. Я попытаюсь взять Дмитрий. Отлечу на Дмитрия и выйду из игры. Игра, скорее всего, будет по такому сценарию развиваться. Теперь осталось только еще найти Тунгуску и выключить ее, пока она не сдохла. А вот теперь БМ-ка. Короче, берем танковый и не паримся. Одна из немногих танковых дек, которая вообще не имеет никаких преимуществ. Там даже ПТУРы не начинают, точнее, стрелять. То, что нету ПТУРов. Тот же, допустим, скандинавский танкист, даром, что бесполезный мусор, может получить в свое распоряжение шесть элитных, шесть слычкованных СТРВ-121. Утешение очень слабое, но, тем не менее, оно есть. Зенитка СПАК хорошо корейская работает. Быстро на вес на цели, быстро меняет цель после сбития техники. Очень классная машина. Тут ты прав. На все 146. Продолжение следует. Я сейчас попытаюсь Кайеру реализовать. Там два танка идут. И это как раз может сработать. Кайер работает под принципу 25-ки. Тоже так же надо ее микрить. Но только гораздо хуже. Здесь быстрым маршем до челиков добираюсь. Хвасанчонги еще живы. Хвасанчонги надо сохранять. Автопушки в порядке. Это назад. Заходим в лес. КШМ. КШМ на двойку. Все. Гурков сейчас застанем. И танки уберем. Мало патронов. На 60... На ЗСДшках. Уже... Уже все. Да. Дешевое мясо танкануло. Теперь два фуловых отряда. Даже можно сделать один фуловый отряд. Лушандюев. Вообще хорошо пошел штурм. Сразу же. Это все на ремонт. Это все в ДПС. Это вперед. БМку зарядить. Бочонки пускай танкуют. Твою налево. Ну, понятно. Никого нету. В воздухе. Кстати, я говорил, что в Чонмахо есть КПВТ. Которое тоже помогает хорошо в городе работать. Так. Мне выбили пехоту. Достаю штурмовиков. Штурмовиков быстро ездящих. Со врешкой пускай справляются 62-ки. Раз такая петрушка пошла. И будут готовы скоро ЗСДхи опять. Питипоинтер светит дорогу. Я вижу, что никто не пытается подобраться к моим. Мягким и узким местам. В смысле? Вот. Это моя зона. Это уже мой тыл. Еще лесной пехоты. Еще лесной пехоты и нужны грузовички, чтобы в городе было удобно заправлять. Понял. Жду. Чонмахо. Чонмахо не скоро зарядятся. Одна из главных проблем, как ни странно, это нехватка снабжения у Красного Дракона. Я в душе не понимаю, с чем это связано. Он снабжуху живет, как какой-нибудь совок. Среднестатистический. Все двойки я спалил. Бочонков надо протолкнуть вперед, а чтобы протолкнуть их вперед, необходимо отстрелить в вертолеты. Все, он подставился. Хорошо. Еще кэшем. Да, они все тут бахают. Один, второй, третий еще с воздуха прилетает. Если мои челы ничего-то не будут делать, меня здесь выбьют рано или поздно. Еще необходимо немного пацанов сюда дополнительно. И у меня кончаются гранатометы. Танки мне тут на позицию не вывести пока что никак. К сожалению. Опа, опа, опа. Милана отдает. Давай, я забираю. Нужно ПВО. У меня нет денег на ПВО. Все уходит в сиюминутный закуп. Очень дорого. Вообще, Чон Махо сейчас дочинил, попробую через лес протащить. Хорошо, накопил 120 поинтов. Вытаскиваю. Возвращаю. А, танкесты нужны. Бля, забыл про них. Здесь танкесты нужны. Еще одна пачка мяса идет. Роял-марики. Перекрыл... Отрезать их нечем. Горков я маленько притормозил. А вот Марикам нечем биться. Все, они сели. Они дошли. Так, это назад. Но придется бомбить. Б5 себя хер когда окупит. Но у меня денег, вариантов других не остается. Еще дополнительная пачка мяса. Пачка мяса, она одна. Ушел, кажись. Так, перехватил. Используем. А, это сюда. Еще необходимо мясо. Танкесты как раз пойдут. Чтобы не пускать никого в кварталы. И, слушайте, они плохо. Пятипоинтеры прям спасли со своими пулеметиками. Куда? Во рту. В ремонт, то есть. О, жесть. Я просто не знаю, как я выставил. Ха-ха-ха. Класс. Класс. Крутяк. И до ПВО добрался. Отлично. Так, ты. Иди смотри, что впереди. Ты назад. ПВО работать. Застанено. Еще одну установку надо вынуть. Стал в артенда постараться забрать много юнитов и все раненые. И все раненые. Мне еще необходимо прикрыть фланг. Лесной. Слушайте, а может лучше НДУЕВ? Чтобы автопушки еще были. И подешевле. Началось. Началась. Началась ёпка. Краталь необходима для Сайфана. Только он сможет подъехать достаточно быстро, чтобы справиться с ним. Да, еще грузовиков не хватает. Одна пачка грузовиков на ПВО. Одна пачка грузовиков слева. Одна пачка грузовиков справа. Все. Пошли Рима. Я к ним уже морально готов. Еще хочу один Чен Махо выкупить на будущее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 15-поинтовые машинки артит. Еще один Краталь. Да, нет? Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо, пошла приемочка. Чуваки не доезжают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гурков перехватили. Сейчас застрелим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Минус. Сюда даже подбиваю в другую сторону. Чего-то он мне там взбрил. Вот как раз говорил, не хватает. Краталь уже нечем заряжать. Она либо работает на хакушке, либо на краталь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Неприятно. Некуда ортить. Возьму две БМки, на всякий случай, наперед. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вздул. Хорошо. Назад. Краталь вперед. Танки назад. Танки жить! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ми-6 закончился. Еще один Ми-6 нужен на заправку. Опять заканчивается. Это патроны автопушек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не успеваю очиниваться. Что происходит? Кто все эти люди? Сейчас здесь я парней задушил, да? А где у них был грузовик, который их чинил? Его тоже надо найти. Вон он. Не нашел. Ладно, проехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть три БМки. Три БМки некуда применить. Враг не скапливается, не атакует. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, мне некуда больше прятаться. Только сюда. А, он... Ха-ха-ха! Короче, чел мог накрыть весь мой ремонт в этой позиции. Это очевидная точка, которую надо обязательно накрывать. Он бахнул в пустоту. Отлично! Это на зарядку. Это тоже на зарядку отправляю заранее. А, бам! Я тоже бахну по шассерам. Дополнительно ПВО массовая. Дополнительно ПВО массовая. И чё? Чё на махо? И ещё спама. Плохо. Вот зачем нужен Чен Махо. Чтобы танковать этот участок. У него Рима. У него ещё какая-то там пехота с не очень большим пробитием. И, в принципе, мне мой Чен Махо может реально хватить. Ещё залп. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. На упреждение беру. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре. Продолжение следует... Я забыл, купил... Да, я купил еще Чон Махо. Мне понадобится восполнить потери пехоты. Все, накрыл в бой. Жаншиста можно убрать в тыл. Это мы вперед. Ну, наконец-то началась атака. Ну, слава сатане! Хе-хе-хе-хе-хе. Роялмарики уже пробитые. Крутяк! И сюда еще и пачку Чон Махо. С этим надо аккуратнее. Это юниты для контроля, а не для прорыва. Так что чуть вбок. И так... Все, автопушки можно не терять, приехали настоящие. Парни, ну в смысле танки, он дурак или прикидывается, он серьезно сидит, выцеливает мое снабжение, нахера тебе, у тебя игра горит, тебе не снабжение выцеливать надо, тебе что-то придумывать с битвой нужно. Тут уже целые стеки, он махо как гоняют, как у себя дома. Ты стоишь, сидишь вернее, просто смотришь где у бустарда снабжение, чтобы по нему стрельнуть. Зачем? Не трать внимание, внимание тоже ресурс. Вот отсюда засветил. Господи, придурки жизни. Ну и нахера ты ливнул? Чудовище. Так, мне еще надо контролить здесь, тут мы прогрызаемся более-менее. Чудовище. Тёнма хо вперед можно вытащить, лошандуем и убить Сентуриона в рэ. Это к сожалению, придется высадить, ехать без пехоты. Вперед, вперед. Назад. сейчас мне приходится осваивать свой другой фланг 4 миномёта блять мудила справится я и там не сконтролил здесь тоже не сконтролил он заруинил не тем что слил фланг а тем что приходится отвлекаться теперь на него выгля так здесь потому что я не могу понять чем не вызвать то надо получается с танка стек миномет и по того пока денег нету 5 гурки это надо вернуть за хер бы там я это верну сейчас он изейший это все убьет пиздец просто взял выигранную катку ливнул и там тоже чел не мне много не понимает что происходит а а а а а Продолжение следует... Хорошо, с чифтейнами расправились. Дальше надо как-то подстегнуть гурков. Кашаем. Да, он в принципе видит все, что тут происходит отсюда. Фоб необходимо доесть уже сейчас. Он будет под прострелом, под обзором. ПВО. Само собой. В жопу бы себе арканы засунул бы. Было бы больше пользы. На такой дистанции даже реализовывать не можешь нормально. Хорошо, проходим дальше. Только здесь надо станки посплитить. Часть с одной стороны. Часть остается в дефе. Это объединить, заправить. Надо не дома штурмовать. Вот эту позицию забирать нужно, чтобы... Они не заезжали в город. Опа. А вот это он уже не должен видеть. Где-то прокрылась разведка, получается. Хотя он мог видеть, как он садится. Беда. 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 Еще раз ПВО. Еще раз три установки. Наперед. В смысле на будущее. Еще одну пачку грузовиков. И одну запасную пачку грузовиков. Мне надо сбить разведчика. Он что, до сюда добивает? Слушайте, он может добивать до сюда. И отступить. Что он мог? Женши вперед. В деф. Хорошо. Минус тайфун. Ждем. Да, ждем. Плюс один. Тут мы выигрываем. Только. Есть одно но. Еще одно ПВО. Это не Мэни Хэли. Это всего лишь два. И да. Они сейчас будут бахать нас через воздух. Это к бабке не ходи. Все. Позиция занята. Все хорошо. Пошла атака с другой стороны. Мне нечем останавливать. Все не в позиции. Ну и ладно. Еще дополнительно быстрая пехота с автопушками. Чтобы они быстро успели подъехать. Сейчас он заберет кусочек у меня Дмитрия. А пока проходит дальше, я успею подготовиться. Хороший план. Прямо неправильно атакуют. С двух сторон. Пизец. Это плохо. Недоконтролил. Прямо. Прямо. Чекаю ПВО, вдруг удастся еще подкрысить фраг. Не сработали чуваки. Не так большие потери, Чен Махо надо сохранить, Чен Махо сохранить и еще два вызвать. Чекаю ПВО, вдруг удастся. Так, эту я отдал, ее нужно заменить обязательно, ее нужно заменить и поставить снабжение возле ПТУРА. А еще немножко Чен Махо танкестов. Они что-то затевают, они или хотят проходить верторажем, или копят мегагруппировку на двойку. Скорее всего они вертораж ждут. Вот она пошла, эта мегагруппировка на двойку, два стека пехоты. Но она будет идти до второго пришествия. Им не хватит времени выиграть, ну никак, ну вообще. Да, ПТУР практически пустой был. Шо он был, шо он не был. Сюда еще на всякий случай пара снабжения. Вдруг там зарядить осу или еще что-то в этом духе. Ну и стоим тупим. Хорош, хорош, плюс два в последний момент бахнул. Молодец. Так, мне опять выбили ПВО, восстанавливаю здесь его. Тут не опасно. Они будут пролетать над лесом, будут пролетать над моей пехотой, над всей фигней. Вся фигня сильнее, вся фигня справится. Ну и что, ну и все, просто ждем. Зря я раздербанил третий фоб дальний. Надо было выкачивать ближний. Ближний проще заметить, проще разортить. Я прям хотел, чтобы они пошли в атаку. Чизус не зачизил. Ух. На медуме парня разбили в сопли. Там помогал еще один парень, его тоже в сопли разбили. Союзник с Горьем пополам забрал Анну, ну и вот, хорошо. Тяжелых машин не было. Тяжелые танки в бою не участвовали. Самолетов тоже немного по факту воевало. И слабые стороны они не сыграли. У красного дракона хорошая пехота. Против синей пехоты она не уступает. Сама по себе ни с чем. Кио опять свалил. Придет. Удаст о себе знать. Опять уходит. Механи, вроде нет резервистов. Пробовал 2х35 катать. Оценить. ПГЗ-35. Седьмой лоб. Слишком много риса. Да. Снабжение жрется гигантскими темпами. Из-за красного дракона. Я не понимаю, почему столько снабжения требуется. Может потому что много юнитов. Горы. Надо спешить. Спешить. То чувство, когда врэ в правильной позиции действительно может поддержать пехоту. Проблема в той врэшке была. Она сама не была поддержана пехотой. Да. Миномет должен быть всегда в деке. Опа. Пирожок. Привет. Уже читаю чат, как историю. Все-таки решил. Ну хорошо, хорошее решение. Правильное. встретиться поговори с ним скажи батя ты мудак давай деньги и он опять бегает военком приходит смотреть храброго бустарда блин варгейм я тебя вообще не завидую судьбина у тебя тяжелейшая несчастный смотришь бустарда ничего страшного кто что нас не убивает делает нас сильней так я хочу на мид я хочу показать в очередной раз почему там не работают танки я уверен что есть еще люди которые то не поняли из плюсов довольно дешевое развертывание если вы пересмотрите вчерашний стрим на самс и 85 суммарно это 160 170 поинтов 2 2 кротоля делать примерно то же самое но 120 поинтов а излишки можно вложить допустим в хвасанчонге по количеству ракет будет одинаково но по качеству четыре ствола против двух ходе с меньшей дальности ревинг привет наконец-то и ты зашел в гости предыдущая игра была крутая прям зря ты ее пропустил придется пересматривать потом ночью под под одеялом когда никто не видит не забыть купить мина мед мысль такая пришла это одна из немногих зон куда тебе не нужен реконверт федор извиняй только прилетел штрафная смотришь прошлую игру ночью под одеялом тогда извиняем можно даже в душе с банкой мороженого с ведром мороженого купить миномет купить миномет да я купил я купил миномет офигенно не туда все поехало но ничего страшного думаю жена не одобрит так подожди вы же женой можете смотреть в чем проблема то это всегда хорошо когда супруга разделяет твои увлечения вот а здесь вместе бусарда посмотрите что такого так это высадить это сюда это вперед это высадить где там где-то миномет бмк еще пока не заняла позицию до ближе подъезжать тут он вроде попала вроде бы и нет непонятно с чего он там стрелял опа амксы если там амксы значит там нету танков я могу делать не все что хочу он не приехал на эту войну что такое что такое сражайся сражайся у тебя танки господи так пво на позиции мишку вот здесь встал разведчик его надо вычистить и для этого у меня есть танки и бочонки смелый амкс вылезли господи цирк сначала в ап надо обязательно убить иначе он застрелит мне лиренов если он застрелит мне лиренов я останусь без рекона если я останусь без рекона я не смогу зачистить зону вот а теперь хвасанчонгами отработаем хорошо забрал точку можно выкупить кэшемку но я пойду другим путем я буду забирать харитон я вижу что противник немного не понимают что происходит вокруг него а вижу это из-за и миксов сороковых строго я имею право его забрать тупо перетанковываю птуры тупо перетанковываю птуры тупо птуры тупо птуры тупо птуры тупо птуры а еще немножко спама Опять какая-то потная катка пошла Отличный ураган От союзника Супер своевременно Осталось только не пустить ли клерк Не упустить Ааааа Птур Мима Куда ты вылез, господи? Чудовище Назад уже Да, все, отступаем Перетанковать там тоже ничего особо не получится Но вот если, допустим, взбрить этот Птур Разово И зайти сбоку Псес, он такие Добрал мне один танк Че за херня-то? Главное чем? Хорошо Все снабжение минусом Теперь подвожу 90, дабы прострелить ли клерк И начинаю врыв Так, остановить Пока арта летит Чтобы он не выехал раньше времени Рекон-рекон Высадка, поехали до конца Опять начали тупить Еще один Леклерк Это все надо отчинивать Леклерк одобреем 25-кой Справа Позиция наша Остается только его светить Видеть, где он находится Хорошо Дальше 25-ки Без проблем разберутся В городе есть два отряда спама Один спам, один хорошая пехота На какое-то время этого хватит Вообще здесь, конечно Вместо арты Гораздо лучше Гораздо интереснее Привезти армию И забрать Григорий Нахер Чем стоять и стрелять Еще снабжение Не, не так Парами Мне не хватает Не самого снабжения А количества грузовиков Количества отрядов Не хватает Мы тоже умеем тупую хуйню делать Например, работать минометами по дымам Амх на нуб Это щил Господи, с кем ты играешь? Вот я тоже думаю Что за чуваки против нас? Что за нуб гейм выходит? Амх на миду Это парень Процентов на 35 Может приехать Кашаем Пока ничего не нужно Передвигаю ближе второй кроталь Возвращаю в БМку Еще докупаю арты И дополнительный вертолет На смену на смену Это ф確promе Покурник Передвигаю Остав掉 Налega Взhd так пойдем посмотрим что у нас там господи опять эти долбоебы зачем тебе объяснить зачем тебе два хвасанчонга что тебе даст если ты их убьешь зачем тебе два хвасанчонга чё ты до них докопался оставь их в покое купи армию забери обратно харитон поставь кэшем на индию забери центр нахера ты тратишь деньги внимание которая тоже ресурс на 2 хвасанчонга тебя пво горит не буду сидеть хвас хвасанчонги выпиливать ловно который x игра чею если ты их не убьешь окончательно а и 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 интересно кто сбил выглядел как будто акула так еще один пак таких пацанов и еще немножко вот таких пацанов 4 стека из них один с автопушками один за птл этого должно хватить после гибели естественно мк 3 артемис как будто не здесь немножечко но зачем-то вытаскивает к 50 и к 52 когда можно забрать григорий там уже ничего нету она изначально приехала не так уж и много у нас было 20 минут по идее чтобы забрать гришку накопить армию и забрать эту позицию вместо этого тратить деньги в ураганы к 50 которые нахер не нужны зачем тебе какие-то пара фрагов если ты игру можно кончить атомную бомбу скинет не меньше кстати про бомбу у меня же есть вот он вот она его арта постольку поскольку я играю один у меня нет денег чтобы темповать самому себе если у меня нет денег чтобы темповать вся его арта у приходится впустую я не реализовываю его арту потому что у меня нет денег у меня нет армии не сел эти выкрутаться они бесполезны если нету наземного присутствия вот это мой был номер на миду 67 и 6 600 игр понятно этот на двойке моим был а тортик справа да какие-то нубы а зачем уточнять что хвост не фк что-то сегодня предельно душная музыка ну хоть пусть девочка попоет все я готов запускаемся кажется кто-то напиздил про то что хвост не аевка 30 процент опа опа сам рилинг зашел в гости но рилинг нас конечно ща нагибать будет так не понял это 3 на 3000 поинтов развертка я только хотел тираду задереть что очень дешевое развертывание хватает на все и сразу и не кончились поинты оказывается чел взял и не поставил поинтов вот ну тем не менее все равно это больше чем кто у кто бы то ни было еще может взять я отказываюсь от твоего беру хвост анчонги имя норм там из ракеты steam пзк шный и за птухи стоят с вертами они справятся с небольшим количеством а было можно чуть позже купить а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Не играл давно, так что на мои клешни не рассчитывай. Я буду рассчитывать на твои клешни, потому что ты против меня. Варпиг знаю, играли с ним на этой карте 2 на 2. Частенько пересекаешься с людьми. Допустим, я с Варпигом играл, с Зинпилом играл, с Риллингом играл. Знакомые Ники. А так просто факт, что кто-то с кем-то играл, ни о чем не говорит. Вот то, что он не очень сильный, это да, это интересная информация. Ну, там тоже, конечно, не Дрим Тим ни разу с другой стороны, поэтому ладно. Вроде выглядит балансно. В целом. Посмотрим. Парни собираются вдвоем выбивать Дмитрий. Если у них это получится, если они своевременно потом переключатся на Анну, это будет классно. А там уже какой они силы, как они играют, будет неважно. Если же они не возьмут Дмитрия, если же они не возьмут... Или возьмут Дмитрия, но не пойдут на Анну, то это тоже какое себе. На этой карте перестали артить в дорогу. У кого-то нет фоба. Да, это наш друг Варпиг. Он не просто не очень сильно, он долбоеб. Эх, енотика бы найти. Надо спросить его мнение по поводу таких парней. Очень дешевая ПВО. Очень слабая. Из-за малого количества ракет. Но очень дешевая. Если выставляешь одну батарею на 4 ракеты, выставляешь, скажем, 2 грузовика по дешевке, то получается 150 монет. Для сравнения. Полноценная работа Патриков это 280, а лучше 320 денег. Вот здесь. Подписка. Затем по لمacı. А теперь. После gan Cruic. Главное количество USD? Также же как входить к выставке. В общем встречи нельзя. минус сивишка какая-то высадка сначала надо разбираться с ней вперед вперед с этой стороны дополнительно поджать допустим два штурмовичка неудобно поставил свой этот дурацкий в тур неудобно поставил свой этот дурацкий Продолжение следует... 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 хорошо выбил маленько чувачка делаем плюс 1 1 это убить до пройти вперед забрать фланг танками пока еще опасно ходить мне нужен рекон мне нужно видеть где кто здесь меня светит хорошо это проходим вперед батаром тоже проезжаем но по стеночке это в тыл куда-то в тыл там один нет это у нас другой игрок просто-напросто я думал может мелочкованные элитные нет это второй игрок хорошо зарядиться заправиться маленечко и проходить дальше там мардеры прошли но джокджики с ними справиться так так дешевые автопушки спам еще дополнительно разведка еще один краталь на и карта же купил плохо все поймут потратить на дпс так 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 Продолжение следует... Ринь немножко подлагивает, сейчас дернет шнур и такой... А у меня интернет отпал. Да, не справляются джокджики. Чуть-чуть, самую малость. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Еще боевой пехоты в город... Здесь пока все... Танки куда-то исчезли... Танки куда-то исчезли... Пока не знаю куда... И пока не знаю... Не очень хочу лезть вперед... Сейчас я добану с этой стороны... И парням станет чуточку попроще в горы заходить на Анну... Еще нужно танков, кстати говоря, тяжелых... Ну вот беда, у меня больше нет тяжелых танков... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Опа, Ориенгу танки не нужны... Забираю... Будет мое... Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе... Хорош... Хо-хо-хо-хо-хо-хо... Все-таки один добрал... Да, я как обычно обосрался со снабжением, мне опять его не хватает. Гипотетически можно вот здесь уже ставить кэшем, к слову, но я так ни на что не намекаю, типа, я так ни на что не намекаю. Слушай, а знаете, что я могу сделать? Я могу там все вообще накрыть нахер одним залпом. Если он стаскивает все в один лес, и этот лес спокойно перекрывает парой градов. Навсегда. Отвлекаем легионов, врываемся другими парнями. Еще может автопушек вперед протащить. Кажется, все-таки рилинг догрыз провод. Ну, что не проиграл, зато вылетел. Так, с этой стороны у нас все тяжело, все плохо, но мы опять забираем ман, но у нас будет плюс один на Дмитрия. За счет этого победим. Дмитрия. 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 Опять минометы. Нет, нет. Вабы. Я уж думал, опять минометы. А было бы смешно Еще одна мишка Пустая Минометы убери Свои сраные Потом начинай вонять на рту Чудовище Ничего страшного Бывает Следующий раз Следующий раз как-нибудь Это хуже чем проиграл Сбежал с поля боя Точно Не просто сбежал Еще и провод перегрыз Ну ладно С кем не бывает Вот я теперь твои танки Зато допиливаю На халяву Да-да-да-да Твои танки Твое ПВО Теперь оно все мое Кайф Минометы не артак Минометы конечно не арта Но когда ты не играешь А поскольку Отстреливаешь минометами Это уже совсем другой разговор Это по прежнему не арта Скорее тупость Но претензия то была в спаме арты А здесь у нас спам тупости Видишь у него там стэк Я здесь разбил ему стэк Один минометов У него здесь еще один стэк Он находится Потитünden Продолжение следует... Ну а че ты маркируешь? Ну оставляю эту зону, держи сколько сможешь. У нас тут прорыв. Да, я как обычно ПВО не подтянул, сейчас у меня из-за этого будут проблемы. Это прям стандартный для меня мув уже. Как вы все, ребятки, есть, которые даже в один-один любят по 4 минуты покупать, а уж 4 на 4 за милую душу. Да, есть такое, это правда. В этом и беда, в этом и проблема, что есть такие чуваки, которые даже в 4 на 4, вместо того, чтобы играть, садятся на минометы. Ну, типа, не знаю, мне больше ничего не надо. 270 поинтов. Мне ничего не надо покупать. Я не буду серьезно выкуривать отсюда стэк легионов, он его сюда посадил, но я не буду с ним драться. Это минус 160 поинтов. Тупейший минус 160 поинтов выкатывает на ту позицию стэк. Вот еще 2 стэка. Ну, я пойду сюда тогда. Я пойду туда, где нету миллионов стэков. Зачем было так делать, тоже не совсем понятно. А тут пусто. А там дохера народу, а тут пусто. Да, он их выкатывает вперед, потому что если они не выкатывают вперед, они вообще никак себя не смогут реализовать. А это не помогает. Все, наконец-то закончилось. Да нет, на кухне тренд херовый. Написал там конкретно. Наберу часто. Просто оно, на записи, а для дымов в пехоте так надо было пострелять. Ну, вот так оно и делает, Сархов, он не избранный. Поставил усилитель. Сейчас глянем, может будет лучше. Найс. Кто там все возмущался про артоспам? О, господи. Этот чел потом пойдет объяснить всем, что на самом деле варгейм неправильная игра. И запилить свой мод, в котором не будет арты. И такой, вот теперь все хорошо. Хе-хе-хе-хе. О, господи. Так, там же не 4 ноны, там речь шла же про 1 нону. Это 50 очков. Только ты считай не саму нону, а нону плюс нона плюс грузовик снабжения. Плюс запас снабжения. Там на нона приходится покупать 2 грузовичка, чтобы заправлять регулярно. Я как-то помню, у меня был случай давным-давно. Я еще против Аликса играл. Ставьте плюс, кто помнит, кто это такой. Я купил 4 коксана. Я сдал. Он у меня вышел с позиции. Я ее сдал. Ценой 4 коксанов. И он задымился и пошел в атаку. Я взял 4 коксана и начал стрелять в этот дым. Потом на реплее это было охеренно. 2 леклерка и облако пехоты. После того, как дым рассеялся, там были только 2 леклерка. Да, я так делал в свое время. Если настоящая стата, то, в принципе, неплохо. Надо больше за синих играть. Солок это прекрасно, но слабые стороны врага тоже знать надо. Погоди минуту, сейчас забегу. Ну, рилинг, ты же знаешь, что успел, кто-то съел. Я сам врываюсь в игры. Я не хостю. Что, левать в следующую? Создавай рилинг. К тебе зайдем сейчас. Тогда, раз не успел. Создаешь? Сорока летов, Данил. Пять будет спам от РТБУСТАРДА. Никто не будет занимать территорию. А при чем здесь спам от РТБУСТАРДА? Это было давно. Это был еще 2016 год. Где-то зима. Или может, начал 2017. Все, погнали тогда к рилингу. Не вижу катки. Лучший ник, а с ДАСФ. Вот сейчас же спамил арту я не занимал ничего. А чем я спамил, Ляпин Андрей? Чем я спамил-то? У меня было два града, которыми я отстрелился один раз. Ну что, рилинг, создаешь, создаешь, создаешь? Танки дымить можно одной ноной. Да, для поддержки пехоты две. На самом деле, для поддержки пехоты лучше брать тройку или четверку. Дело в том, что на ноне боеприпасов нету. Там четверки у совка, по-моему, нет. Сейчас я чекну. Че там у Василька с подносом. Да, тут тройка, и у Василька тоже тройка. А здесь 39 патронов. Вот он, Василек, 100 пуль с третьим фугасом. Две штуки, 90 поинтов. Ну или 85, точно таких же 82-х миллиметровок на подносе за 60. Поднос вроде даже получше будет. Василек, 4, дорого. 4 Василька, это 45. О, господи, 180 поинтов. Да на этом можно топ-танк купить, раздолбать все 4 Василька. Проблема даже не в цене, проблема во внимании. Ты сидишь и на полном серьезе выцеливаешь цели. В то время, когда тебе разносят все. Нет, интернет приказал долго жить. Короче, не получится, да, рилинг? 3 ноны равно притоп, да. У Савка нет, у Красных, по-моему, вообще нет ни одной четверки. Есть у Корейца. Есть у Синего Дракона четверки, это я точно помню. Есть у Израиля шестерка, два уникальных типа минометов, которых нету красных. Ни троек, ни шестерок. Поиграл на РСЗО. Мне такого в сообщениях накидали европейцы. Оказывается, я не прав. Европейцев свое видение игры, они вообще задолбали. Всех. Это ты не делай, а вот это ты тоже не делай, а это ты не делай. Так что европейцев мы не слушаем. Я так понимаю, это буткемпи, да? А, вот он, наконец-то. Да, 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 да. Там же он не просто артил, он артил с рвалами, со вторым фугасом. Тоже неплохой миномет на самом деле. Вот он работает стаками. Двойка фугаса, она ни о чем. Но если у тебя со скорострельностью 22 откидывается 4 ствола... Это уже серьезно. У двойки самая большая скорость реакции, самая большая скорость ведения и вроде самый быстрый снаряд. Короче, он откидывается очень быстро. Но урона мало, его приходится масить. Там как раз парень бахал вот такими сорвалами. Они используются стэками. Тут никуда не денешься от этого. Но он и стоит сотка за стэк. Не так уж и дорого. Тень солнца. Давай лучше за синих. У тебя игр за синих вообще нету? Это плохо. Ты не знаешь слабых сторон Америки, слабых сторон Еврокорпуса и прочих синих фракций. Вертопуша на респ залетит в другой раз, а то без арты. Не-не-не, отшельник. Это не по цене сверяется. Это просто разные установки. Сыврал бьет быстрее, чем нона. Чаще бьет, чем нона. Вот оно, допустим, в сравнении. Тут ВПМ-120 примерно такое же. В два с лишним раза скорострельности выше. Ну, оно примерно так и работает. Пока нона заканчивает сведение, свервал уже уезжает. У меня дек нет за синих. Заходи на Еврик. Еврик нормально. Шелик, да я могу четыре топ-танка купить, пойти на мид. Главное, чтобы своих не подводить, если наши в команде. Шелик, потому что сыграть на сегодня концерт военного оркестра. Это тебе удачи, если ты в этом концерте играешь, или идешь его слушать. Если я вообще понял, о чем ты говоришь. Архаун, скидывай свою деку, посмотрим. Чисто по фан, еще ради контента. И тебе тоже, Андрюха, удачи. Там выстрелы, еще раз, еще раз, отшельник. Это разные принципиально штуки. Это просто разные вещи. Это сравнивать 22-й фугас и 5-й, это как сравнивать миномет и быкан. Просто разные вещи для разных целей, для разного прикола. Есть люди, которые дымят быканами? Есть. Плохо ли это? Да нет. Ха-ха-ха-ха. Последнее время больше нравится смотреть варгейм, чем играть. Привет, Бустар. Самый лучший миномет, миномет за 20 поинтов у Нидерландо Галнемцев. Вот этот. Я их между собой не сравнивал, но выглядит он классно. На 120 снарядов, прям очень супер. Не знаю, почему именно он лучший. Может, из-за боекомплекта. Поверим на слово, без проблем. Вот, скептически относишься. Правильно делаешь. Это фановая тема. Она имеет право на жизнь, но это фан. Это несерьезный подход. В последнее время нравится больше смотреть варгейм, чем играть. Либо ты наигрался, либо ты, скажем так, зашел в тупик, скажем так, и не можешь разрешить тупик. А пойти к другим чувакам, посмотреть, что они делают, у них получится. Это тебе в самый раз заходит. То есть, дошел до такой стадии, что все уже одинаковое, все уже деки переиграны, все отыграно. Какого-то принципиального изменения геймплея нет. Ну, пойдем посмотрим, что у других. Может быть, у тебя такое происходит. Еще артиллерия. Бог войны. Если обратиться к истории, особенно к Первой мировой, то там такой спам арты был. Даже время вовспам арты был. Несмотря на Блицкриги и прочие маневры. Наигрался. Понял, отшельник. Понял. Плохо, но ладно. Привет, Лейнард 4002 геймер. Лучший миномет у ЮАР. Просто потому, что можно поставить его как транспорт кэшем и освободить стол слот в поддержке. Он совсем дерьмовый. У него патронов нет. Артиллерия, бог войны. Если обратиться к истории, там такой спам арты был. Арта, она, скажем так, юнит поддержки. Это фон. Сама она не выполняет задачи сама. Недостаточно просто разъебать чувака. Надо еще и застать на ту точку, где он был. Прежде чем в него прилетел снаряд. Если фаново от минометов играть, можно обратить внимание на ЮАР. Ну, кстати, как фан гейминг, вполне себе. Да? В том числе и вот эти беспатронные чуваки. Вытащил пол стека, отстрелял чисто по фану. И слил. Но на хороший миномет Russian Win патронов нет. Ты покупаешь Нону, плюс к ней покупаешь еще сразу два грузовика. Один заряжает, второй едет на ФОП. Или четыре. Миномет и вечный спор. Но в итоге это чистейшая воды вкусовщина. Чистейшая воды. Каждый дрочит как хочет. Берешь любой и кайфуешь. Я сейчас стал брать Лычкованные пятерки или не лычкованные тройки. Мне пока и фичу. Так, я пиндос. Я беру себе Так, так. 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 А дальше хоть трава не расти. Докуплю миномет и похер. Кстати, пиндосы это греки. Вообще-то. Такое именно им прозвание дали в свое время. Почему нидерландский миномет топовый? Можно тупо заспамить этими машинками 12 штук. Если не ошибаюсь, представляю, что будешь с ППО. Там Они все одинаковые по количеству. Что французские, что голландские. Они одинаковые по количеству, по доступности. Везде 12 тогда будет. Но из-за проблем со снабжением и траты боеприпасов не беру Амос. 30 выстрелов. Жрут как не в себя. Есть опция брать Амос и на малые карты в ранкет. Где ты можешь от ФОБО стрелять? То же самое с Нонной. Можешь дострелить от ФОБО? Ну, почему нет? И так делают парни. На том же Hellvery Small Place. В турнирных играх ты знаешь, какая будет карта. И можешь подстроить под себя деку. Вместо кого-нибудь. Быкана Амос. За 62. И бахаешь. Прямо от ФОБО. И такое делал Блицвар. Такое делал... О, господи, скажи мне, я скажу. Буланджер. Еле вспомнил. И ты с ним ничего не сделаешь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Узкие минометы не так хороши, как могли бы быть Ну, могли бы быть они вообще имбой А так, жаль, не жаль Ну, поверим на слово Мы играем втроем А, вот он, тень солнца Вот он, вот он, вот он Мы играем вчетвером Поехали Купить миномет Я всегда забываю купить миномет А есть такой миномет М108 Их сразу можно 18 штук взять Надо чекнуть Тень солнца Ты купил 4 юнита Ну, то есть и без армии поехал Это про тебя шло Шла речь ТТ и АФК Песец, дома помешали отстреляться Ой, блядь Я предполагаю, чел собой гордится Нихуя до чего додумался Ты прикинь, стрелять По дороге Ахуеть не встать Прикиньте Изобретательность с большой буквы Как это помогает? Да никак Вообще Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... а у меня будет отдельный дымок а я туда не поеду в общую кашу у нас на миду прорыв никто на мид не приехал в итоге ничоси у тебя углы как хочет стреляет что мне сыкотно уберу подранка еще снабжение для базов я откидался когда успел так сейчас нужен спам я так намекаю тонко очень честно оттемповать сейчас нужен спам где юниты кто-то покупать что-то будет нет так чисто на всякий случай да отвратительная битва столпились два чувака все в одном месте все под одним дымом фланг не закрыть сюда никто не приехал тут немножко на фланге мне удалось выйти но ни к чему это не привело и у нас еще и мид провален нахера сюда притаскиваться втроем если не собираешься воевать главный вопрос ладно подождем может парни решат начать играть все таки так 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 у нас нет ни одного afk нас все играют ну и думать что играют ладно отдаем эту позицию там никто не воюет продолжая копить танки вот мы переключаемся сюда они просто уже высвечивают ремонт сообразил наконец-то еще бы разведки купить так а патрики плавают нет не плавают а а а а сейчас у красных есть преимущества они нас победили и держат на фоне вот этого самого преимущества они вполне могут втаскивать во рту и мешать нам убивать какие-то отдельные юниты и вообще ломать игру в принципе у них арта обоснованная еще один танк так сейчас соображу мне еще надо потратиться на томаты 300 поинтов найтхавки голдык за 600 очков 6 минут меня нет ни для кого посмотрю ну ну и и и и и и и и да ты издеваешься или чё специально подвернул последний момент последний момент подвернул борт на пиздец пиздец так и не понял чей фраг вроде бы это танки забрали так 2 готовы еще одного ждем кэшем я покупать пожалуй пока не буду ну его нахер еще томат ждем третий танк и уже так будем врываться уже съели фоб жесть вот они три машины готовы вот я ж тебе говорил тени солнца ты без реконы играешь и такой не у меня грушники вот ты без рекона играешь пересчитай сейчас сколько у тебя разведчиков и чё ты видишь если я своих уберу вы на двоих будете вообще слепыми вот твои грушники вот те хватает поджал зачем-то поставил хусарина так чтоб я не мог отпрыгнуть все Продолжение следует... Надоели челом миномета, он решил по минометам сработать с мерчом. Хорошо, пускай тратится впустую, тратит целый залп. А я тем временем отбираю фланг и захожу им во фланг. Вот этот дом очень сильно мешает. Так что же, Бустар, гру ссора в Еврике, гру нету. В принципе, он прав. Илья Сидоров, у нас там своя тема была, другая. В чатике. Я такой, гру, у тебя разведки нету. Он такой, нет у меня грушники. Ну вот они, грушники все здесь. Их здесь ровно столько же, сколько в советской деке. После первого боя. Че, в последний момент вспомнил про томаты. Последней ракетой! Последней ракетой! Кто-то вышел, кстати говоря. Риллинг вышел. Черт! Но будем надеяться, что враг не пойдет туда воевать. Я могу восстановить себе разбитый танк на таких радостях. Убираю чипорельки из-под арты. В горе нет птуров. Очень много всякого дерьма сидит. Птуров при этом нету. Танками будем отбиваться. Ну и вот здесь нужен ДПС. Отчинюсь, поеду в бой. Даже не буду отчиниваться. Так в бой поеду. Я Рэмбо! С большой буквы и через А на конце. Блядь, нахерачат вечно то Раваитов. Такое дерьма. И невозможно даже отпрыгнуть от Нуров. Чуваки, ну вы что делаете-то? Зачем вы мешаете воевать? Эти Раваиты, они, блядь, мешают вообще всему. Притом, что ничего не делают. Притом, что ничего не делают. Добрал он мне эту Абраху. Блин. Томат опять вывешиваем вверх. Надо собраться. Сконцентрироваться, сгруппироваться. На миду обосрачка. Сюда не подойти. Тут уже никого нету. Все сдохли. Или в турнире на позиции. Подписывайтесь на наш канал. Ну что, готовлюсь к атаке, покупаю ударную авиацию. Звучит не очень обнадеживающе, скажем так. Вот он, здесь. Продолжение следует... Так, опять пот намечается, отхожу танкам, это вперед-сюда. Хорошо, добрал. Четенько. Это так. Рекона нихуя нету, может сколько угодно ругаться матом, рекона не появляется от этого. До сих пор ни черта не видим. Да, тень солнца, тебе надо в команду енотика на недельку. Чтобы он тебя научил рекон покупать. О, у меня еще два четверки есть. Я их даже, наверное, вытащу, отправлю в бой. Опа. Так, это я купил. Сейчас еще кассеток, надо поснимать все танки. После того, как танки снимутся, можно будет наступать, начинать. А чтобы снять танки, их надо сначала засечь. Протаскиваю вперед свою разведку, протаскиваю вперед лишних гусаринов. Вот еще гусаринов снимаю с запасных. Надо смотреть, куда можно бахнуть. По арте смысла нету долбить. А вот отцепить какой-нибудь танк, сжечь, было бы так круто. Начинаю спамить. Поехали. Поехали. Продолжение следует... Появился небольшой засвет, видим уже все, но не сконтраливаем. Вот тут никто не фланкирует. Как бы жопа так-то. Надо специально занять такую позицию, с которой ты точно не сможешь ни по кому стрелять. Я правильно понимаю тактику? Я очень много машин потерял, но поскольку в спланга никого нету, приходится работать так. Вот он свободный прострел, ты вот отсюда можешь спокойно добивать куда захочешь. Нет? Мы будем сосать на одном месте. Там где бустар, там должны быть все. Ой, блядь, вы пиздец. Как страшно жить. Вот он, свободный открытый фланг. Бесплатные фраги. Сотни бесплатных фрагов. Если не тысячи. Забирай. Не, не, хуйня. Танков нет. Все. Сначала нет рекона. Не вижу куда, кого забирать. Потом нет танков. Поиграно называется. Это кстати. Вот так. ладно хрен с ним отправляем вперед что-нибудь они там да сделают и ладно этих приберегу на потом может он будем еще удастся выцелить кого-нибудь отвратительная игра на хотели максимально ну да ладно погнали что там у нас еще есть интересного я в город туда правил да я их нашел эти птуры они отработали бустарту сша есть лангбю лангбю классно да опять валян въехал всем что у него есть специально вот туда где куда точно будут стрелять артой тень солнца уже понял в чем прикол тут пусто тут никто не стреляет а до валян то еще не дошло но он был бы еще дым и дымами бы блять не мешали бы себе сами где это хуйня дайте эти минометы разъебу сейчас и будет полегче ты блять сибирь сам не видишь чудак нахуй куда ты стреляешь что ты делаешь то блять ладно сейчас размотаю эти минометы дымов не будет можно будет наносить урон наконец начинать мне мешает видеть себе мешает видеть мешает стрелять это просто пиздец какой-то мешает вот тут два не раз-два так дхс я забыл что там у нас дата пузырька ракета сюда нельзя где хэви хоги еще парочку вытащу против минометов ну так специально задымил чтобы гарантированно не видеть бухи чисто фраги не нельзя забирать фраги это все вражеское оно должно оставаться у врага поэтому отгородил себе обзор там такие же придурки сами себе дымят хэви хоги с хранения пошли в бой и пошли не в бой они пошли на утилизацию отходов лишь они не справляются сколько все вот в такой конфигурации даже без этих кварталах мы можем воевать да мы спали можно стрелять а танки уже все в ебан и да понятненько леклерк забыл в тылу где мои патрики я давненько их уже не видел я их потерял наконец-то появилась возможность стрелять до какой кайф ни хуя себе сколько прострелов то у нас здесь есть то так можно и выиграть если начать наносить урон в конце до концов так это сюда таком с опять вечно мной забыт как всегда тут тунгус как катается как хочет за напал мили уйди найди другое место где нет огня так все никак не получается этот миномет разъебать это сюда это сюда примерно так и это как то вот так вот будем очинивать тогда еще один танк бей своих чтоб чужие боялись да не не в этом прикол при том прикол в том что они не позволяют стрелять они просто не дают стрелять вперед все что надо это наносить урон а минометы загораживают залп тут не не в том что своих бей не бей а просто наносить урон как ёжики ни черта не видя взад-назад катаются отсасывают от арты отсасывают от гранатометчиков и им на норм их ничего не смущает вот опять пошли дымы но здесь хотя бы на танки а не на врага тут хотя бы вот до танки ну ладно их с ним визель 102 и минометы поехали в атаку так держать не по не могу вспомнить что такое визель нравится игл бомбер за 160 пользовал бы если доступность было 2 а он и в одном экземпляре очень крут да 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 это имба машина он и в одном экземпляре мега хорош но слон боем готовлю вертораж там парни уже сами это все заберут такое преимущество что надо только убрать ебаные дымы что мы и сделали и можно упарываться вот прямо до сюда вот вообще не останавливаясь там 70 двойки какие-то восьмидесятки они не справятся несли клетками не с два пятками не с базами быстро через атаку на майк спокойно игра команда зависимая сейчас ты тащил за троих за себя из-за двух горе патриотов у них 500 урона 3000 потерями 4000 урона да поэтому мы сгораем нахуй когда попадаются союзники которые не воюют вот разница я набил примерно как они вдвоем при том что у нас была была ситуация положительная а парни сами себе задымили урон сами у себя фраги украли во первых а во вторых не стали в наиболее удобную точку для отстрела мин мельчайшие ошибки очень странно уже пехота как минимум едет по шоссе скоростью танка тебя не смущает что пехота бегать 30 километров в час не получили преимущество ли реализовать съехала без прикрытия вот почему война и страшно сидишь танки сборкой механиком водителем он раз и борт подставил и уже ангелы встречают немножко не так выглядит сидишь танки сборкой механиком вдруг пиздык и все скорее так ты дымил не птуры ты дымил урон я 20 минут распинаюсь 20 минут распинаюсь что там было ты сам себе мешал стрелять и мне мешал стрелять и рекона у тебя опять не было и все равно не важно даже если бы был там ты мы рекон не просвечивает сквозь дымы визита маленькие машинки у немца но я их не видел не обратил внимание на них не надо дымить птуры их убивать надо высвечивать и отстреливать а дымишь ты не птуры дымишь ты врага ты спасаешь его не позволяешь себе его убивать высвечивать в домах и убивать высвечивать и убивать да хоть 10 есть их не убиваешь они 20 тебя сгорят чё там у нас по времени то нервные катки пошли на самом деле об еще одну какую короткую одну бы сыграл короткую и пошел бы визель это мужик с пузом спор сажа это вин дизель они дин визель давайте ну гейм я подустал уже маленько расслабимся сейчас расслаблюсь против более слабых оппонентов аккуратненько так покатаю чтобы прям не ломать катку ну или ливну в панике не на увидели парни видели только да мы спали и враг внезапно скончился просто сразу же чатик нет только у меня мания все парами выставлять или у кого-то тоже также есть давайте два четверки опробую пообузить не хватает все равно не хватает на еще одного пехотинца хорошо допустим вот так тогда илюха стыдно стыдно такая потому что мы разменивались в плюс что потому что разбили есть плюс я разменивался в плюс как я там один фрагал а потом выезжал из ваших дымов и меня херачили ваши дымы убили все мои танки то что я не мог дистанцию выдержать так архаон не надо вот это все устраивать мне до пизды хочешь себя дымить хочешь говеной играть пожалуйста играй доказывать мне ничего не надо я тебе сказал ты себе дымишь ты не можешь стрелять все а там дальше хочешь думай бусы когда следующий стрим завтра завтра я хочу чуть поплотнее постримить хотя бы недельку а то я прям подзабил подзабил ставим плюс если выбрали бы школу бустар доставим минус школу енотика а чё они разные с лубами очень прикольно обкатывает нестандартные статки допустим вот этот пуш свое время еще там миллион лет до нашей эры я откатывал именно в рамках игры против нубов я сам еще тогда был новичком ну и противников подбирал не очень сильных и да это работает как обкатка как тренировка подготовка это не значит надо всех подряд гэнгать но есть этого и свои преимущества когда допустим новую стратку открываешь очень прикольно взять противников которые несколько слабее чем ты не я не беру в таких битвы радарная пву подзалился чел немножко вот оно часто так бывает с нуб геймами ладно я не хочу это вытаскивать она будет очень долго и потная даже если мне удастся вытащить чем я не очень уверен заедаю до базы 2 4 не выиграю не доеду ну и ладно бустар когда bwc мод bwc мод не знаю завтра у жены dr так что не катит но месяц отпуска ого месяц отпуска это 5 так подожди понять не могу рилинг а в чем проблема-то берешь жену садишь за мой стрим лучший день рождения в жизни школа и нотика отличается от школы бустарда тем что бустарда стрелочки у нотика спам 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 она сочетается на самом деле просто я не вижу смысла дублировать спам 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 а вот позиционирование я вижу смысл дублировать позиционирование максимально важно давайте посмотрим под конец реплей на рисовых полях в чем там конкретно была залупа чему не прошли здесь сил хватало тут три игрока поехала сил хватало забрать дома забрать вот эту бровь доехать до майка либо остановиться на хотели забрать хотель забрать лиму и уже вот отсюда атаковать влево три игрока три игрока если идут на одну зону они забирают зону и забирают следующую зону в этом смысл трех игроков у нас дырка на эхо было и тут атака отвратительные абсолютно на хотели так рилинг похер на него внимание не обращаем он там свою задачу выполнил более чем претензий нет здесь пошло дело базы без разведки нету мы ни хера не видим мы не видим где вражеские танки мы не высветили вражескую диспозицию ты я так понял сам себе тень солнца сам себе задымил поправьте мне если ошибаюсь и не видит куда стрелять как только танк высадить высадится с этой стороны дымов он получит от вихра получит от резервистов получит от не знаю что здесь наверно механизована пехота потом вот добьют уже гарантированно ушки значит вот эту дорогу он не пересечет а нам надо проходить дальше здесь базы два пятые два четвертые и еще там у меня абрамсы шесть танков против трех еще раз на минуточку шесть танков против трех то при том что я не считаю ни два четвертые не т-72 за танки здесь врага нету парни здесь просто нету врага но вот у тень солнца нету разведки нету пво нету ничего он просто не купил ни хрена человек не приехал на войну и еще и себе же мешает стрелять дымом мешает себе мешает союзнику и мешал бы мне ну я на фланг уехал на фланг уехал я в скопление бьет арта здесь 4 танка 224 сюда сейчас прилетит по меньшей мере вся арта которая есть красной команде что у них есть две мсты прилетит кошельки нету ничего ничего них в итоге нету они купят они купят два урагана купят смерч купят бомбардировщик сюда прилетит все что может себе позволить красная команда на расплититься если сюда поехал первый чел неважно кто и уже доехал второй чел смещается на фланг задача опять же взять врага в полукруг забрать точку здесь забрать точку здесь и отстреливать с разных сторон да 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 вот мы выезжаем как дебил два пятами прямо на заложницах и отхватываем от заложницах мы не можем стрелять вихры это вихры могут по нам стрелять а наши танки перманентно будут зацелены на пехоту и получать от пехоты в борта вал бы куда угодно отвратительный гейминг и тень солнца еще и мешает своему союзнику союзник тоже вынужден делать что-то примерно подобное в этой ситуации валянту следовало уехать на фланг и подождать пока леопард сдохнут потом разъебать минометы чтобы тень солнца не мешал и копиться сначала до копиться я не доглядел за этими минометами думал то враг дымит мне следовало сразу же разъебать минометы вот на эту отвратительная ситуация у нас нет преимущества у нас шесть танков но у нас нет дистанции для боя да 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 вот это он дымит тень солнца это ужасная битва спам погиб пустую бас один сдох и нет возможности добить вот эти 4 225 224 могут это все добрать тут танки на писечке живут их но их не получается забрать дым вперед промотай там нормально стреляли опять ты за свое я тебе доказывать архаон ничего не собираюсь нормально значит нормально здесь кто у нас рилинг рилинг и валент начали работать своей стороны я это плюс-минус увидел тоже пошел где-то под этот тайминг атаковать ну и я занимаю фланкирующую позицию здесь бас ну ты валент он работает на два фронта как бы не стоит толку вытаскивать бас вперед либо спрятать его помочь быстро разобраться с их а потом брат на вернуть его в бой опять бас без прикрытия ничего не сделает хороший пуш был забрали их обратно вот что получилось здесь два игрока здесь один здесь один игрок у нас тут один игрок тут 3 при преимуществе 3 в 2 мы заходим вот сюда вот это наш рубеж куда мы должны дойти мы забираем кварталы мы забираем лес мы забираем вот этот дом мы не гачебасимся вокруг дымов при преимуществе 32 мы забираем позицию потом заходим на майк на лиму все это выбиваем тут меня птур под подстегнул бартанул танк пошла контратака из игры это выглядело как хорошее решение я уверен выбить потом зайти там должен был быть пусто но здесь два чувака то есть по-прежнему здесь у нас три чувака здесь два чувака у нас по-прежнему сохраняется преимущество на хотели мы не можем там пройти нихуя при этом я не могу использовать атакамс потому что ничего не видно нету разведки считаем бустардовскую разведку не считаем бустард понятно у нас один бедуин которого какой-то мудак закрыл дымом он не видит нифига бедуин не светит это не рекон то мертвый юнит отсутствующий здесь был разведчик мой потерян этого необходимо сохранить хоть на кое-то время опять что здесь происходит что видим мы мы ни хуя не видим мы просто ни хуя не видим дальше с этой стороны меня кислость почти нитя брамс я фланкирую нас нет обзора тут рейнджер продвигается вперед и вот здесь то только я и буду видеть на эхо танки должны выезжать из дымов и обратно заезжать на пределе дистанции они в лоб под гранатометы разбивал часть самолетов они зацелились на меня поскольку я открытой местности без дыма сюда бесполезно вылетать налево и на меня зацелились я их бы сбивал хорошо теперь вот на дистанции вот она блядская дистанция на которой танки стреляют вот так и надо делать вместо этого опять дым в упор так чтобы подобраться гарантированно могли подобраться и забрать да сейчас хорошо сейчас дымы на дистанции дымы не мешают что мы делаем дальше приехала разведка хорошо можно и бортаски от вперед на дальше мы нихуя не делаем дальше мы просто стреляем враг не приехал на войну но не поменим не мешает никак не темпануть не забрать участок вот зона вот здесь часть танков здесь часть танков здесь часть танков полукольцо с трех сторон пробиваем нет как то не так валлиант часть пойнта вложил в отбитие эхо там по идее на рту покупает да да он покупает арту имеет право как еврей него там пошла просадочка по численности небольшая приехали птуры от риллинга сразу же себя купили отлично нету спама вот он дым этот блядский мудацкий абсолютно который не позволяет стрелять здесь уже есть два один а второй здесь два четверки тут сейчас еще от ринга скоро два четверки подъедут абрамс и хc какой-то мудак не позволяет мне не мне никому стрелять вот они вот она это ушка она бесплатная с этой дистанции она меня даже не простреливает она принадлежит мне я забираю уж нет нет тень солнца горит нихуя смотрим что происходит дальше выходим вперед сближаемся на одном хп спасают только двадцать вторая броня к этому так убил мне танк на одном хп осталась машина танк стреляет вот с этой дистанции они сближается под туда где возможно стоит целая танковая бригада дальше вот он борт вражеские ушки повернулись в ту сторону здесь у них борт значит можно ставить сюда машины и фланкировать противника у нас по-прежнему к этому дак задымил сам себе разведку а второй не вывел разведку на позицию здесь понятное дело забрали они с самого начала видели что здесь стали кто рейнджеры и либо вырти либо выбили каким-то образом вижена 0 сейчас смотрим от нашего лица вижена 0 вот здесь разведчик должен просвечивать чуть ли не до сюда нету разведчика который контролирует вот этот участок нету разведчика здесь уже три пацана надо минимум ну и резервного сюда допустим ставить дальше вот эта позиция где стоит енотка контролирует квартал сюда подтаскиваешь рекон и видишь птуры и не ебланишь дымами я просто берешь его выбиваешь птуры это очень-очень вот он где находится птур на этом уголочке вот этот самый уголочек и накрываешь очень аккуратненько нельзя сюда загонять танки валент нельзя это позиция которая всегда расстреливают артой загоняешь что танки танки перестают работать навсегда вот она бровь ты работаешь либо слева либо справа но никогда не сузни в брови надеюсь он слышит да 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 вот именно поэтому тебе подходит подобраться тебе по тебе работает арта это все сгорит тут два смертника потенциальных пиздец просто пиздец тут уже два смертника потенциальных под артой и надо еще два два пятых вогнать чтобы гарантированно потерять все тяжелые машины смотрим чем это закончится уехал ну хорошо хорошо спасся тут опять какой-то мутант задымил и чтобы мне прострелить на семьдесят двойку приходится танки ставить в непонятную позицию в этом месте допустим добивает птур отсюда я сейчас выкатываю танки чтобы они сдохли потому что какой-то мудак мешает мне стрелять я не могу встать здесь и аккуратненько постреливать я вынужден подставляться под птур на этой позиции спасает только то что кто-то протащил наверное рилинг протащил сюда со старта гринадера и я вижу что здесь нет птура вообще сюда нельзя выезжать здесь птуру бьет сразу же где пехота где армия где штурмовые войска которые будут выбивать танки вот здесь под обранцы есть два пришли танки все вышли нам сделать то же самое где пансы гринадеры чтобы обойти дым чтобы блять наносить урон приходится объезжать этот дым подставляясь просто под все какой-то мудак из нашей команды убивает мои танки опять задымил так что было не видно куда стрелять да вот здесь не позволил отстреляться здесь не позволил отстреляться не позволил посвятить это просто пиздец чел опять отдымился вот она как выглядит вот она как выглядит танк рядышком большая куча я я покажу сейчас как дымить надо я сейчас покажу как дымить пока досматриваем полу охватывающая позиция не занята тут я уже начал материться это в это время парни стали смещаться при этом у тебя тень солнца до сих пор нету армии ты гоняешь тупо одни танки где разведка где пво где самолеты где в спам где пехота ты себя не обеспечиваешь даже минимально ничем ты не вытащил ни одной пвохи спасает только что противники слабенькие это с такими слабенькими чуваками так тяжело играть опять отдымился не можешь стрелять выезжаешь из дыма сразу же получаешь пизды прежде чем твой танк начинает сводиться когда ты выезжаешь из дыма в пустоту у него есть право первого выстрела твой танк его еще не видит потом красный стреляет и тогда засвечивается и после этого ты можешь отвечать а если тебя фланкируют у тебя танк сгорает в борт с залпа опять себе не позволяешь стрелять буха забирай блять забирай забирай тут 4 танка 5 машин против 1 нет просто блять закрыл сам себе урон сам у себя сам себе блять сам себя фрага лишил пиздец вот он аккуратненький дымочек возле база не мешает никому тут все блять засрано ничего не видно и это ты потерял где-то порядка тысячи тысячи пятьсот фрагпоинтов на стрела когда ты мог забирать вражеские юниты тебе все что тебе требовалось выйти вот сюда вытащить блять блядский рекон хотя бы юнитов 15 и спамить все что от тебя требуется тебе не надо там что-то мега изобретать займи фланкирующую позицию купи рекон и спам ты потерял где-то тысячу тысячу пятьсот фрагов на ушках на бушках у эмках на прочем говне это минимум да опять максимально тупорылые мулы так чтобы можно было удобнее заорти двоих-троих человек одним ударом вот-вот-вот-вот сейчас хорошо сейчас хорошо пошел часть юнитов слева часть юнитов справа у тебя две группы только не такая блядская хуйня вместе с два первыми которые нихуя не делают а здесь стек здесь стек два пятки слева реклерки справа тогда у тебя будет эффективная работа здесь у тебя реклерки здесь два пятые здесь базы здесь абрамсы мы перекрываем весь фронт и стреляем а не стоим как долбоебы под одной артой под одним ураганом всей толпой наконец-то спустя 30 минут началось то что должно было быть сначала вот этот мув делается со старта когда игра идет 3 в 2 забираешь дома со старта а не через 30 минут пошли уже гемели в израиль танки кончились пиздота блять просто тени солнца всю игру мешал своим дым играть всей команде в начале битвы твой союзник затымил спам противника да танки должны выезжать из зимов и заезжать обратно это было старт из этого боя выглядит так что по нам конкурс стреляет из леса и домов там отовсюду стреляли конкурсы по хую ты просто прячешься в дым сейчас я тебе покажу как это дымится я тебе специально гайд устрою сейчас как правильно дымить и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Так, дистанция. Высаживаем, смотрим. Сейчас. 2 400. Вот здесь у нас будет зона. Дальность птуров разметим. Поехали. Вот они, вражеские птуры. Для того, чтобы их высветить, необходимо к ним подойти. Допустим, вот отсюда разведчик уже будет добивать хотя бы до одного Милана. В идеале подвести еще ближе. Птуры надо убивать, а не доджить. Теперь, у птура есть дистанция. У Милана F2 2 400. Но вообще, базовый птур это 2 650. Ты играешь от 2 650 дальности. Это значит, что вот этот рубеж 2 400. Проверяем. Так, сейчас перебежу в тур. Видно тебе? Нет, не знаю. Вот 2 450. А вот это... 2 650 дальности. Делаем вторую разметку. Вот 2 рубежа. Вот на этом рубеже, чуть подальше, чтобы был небольшой блок, делаешь раз, зажимаешь shift и делаешь в то же самое место еще раз. Пока он артит, смотри. Во, расширился. Там, внутри этого дыма, нету вижена. Если нету вижена, круг разлета боеприпасов становится больше. И второй залп расхидывается по большей площади. Вот для сравнения базовый дым, вот двойной дым. Дальше. Ты пошел. 2 600. Подъехал. Дал залп, уехал назад. Все, ты не воюешь, ты уехал назад. Птур до тебя там не долетел. Делаешь второй дым. Раз, два. Чуть поменьше получился здесь, чуть более разряженный. А обычно это может влиять, может не влиять, но порой случаются именно дырки в одинарных дымах. Опа, назад уехал. Летит, 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 летит. И ты как раз спрятался. До тебя не долетело. Ну вот у тебя дальше следующая плюха дыма пошла. Тебе надо подкрасить на дистанцию 2300 метров. Вот она, эта самая дистанция. Вот отсюда ты можешь работать. Даже чуть ближе получилось. Отсюда ты можешь простреливать. И сразу назад. На единичку я себя прокоцал. Разведчик расположен рядом, будет высвечивать этот Птур. А два пятка убивать. Теперь по поводу дымов. Вот такая маленькая кучка сразу же на себя вытаскивает. Вызывает арт-удар. Туда полетят кассеты. Поэтому ты кидаешь немножко не так. Ты делаешь раз, два, три. Сейчас. Отдымится, покажу, что дальше делать. Пошла первая плюшка дыма. Вторая плюшка дыма. Вот они уже начались разрывы. Одинарные. Три одинарных я накинул. Проверяем на Т. Плотность дыма. И мы не вытаскиваемся вперед. Потому что вперед тебя могут бортануть, прострелить в лоб. Получить право первого выстрела. Чуть из-за дыма. Таким макаром. Он не знает, куда тебе кидать это камс. Он будет бить стараться ураганом в центр. А ты аккуратненько с краю. Заранее прокидываешь дым, чтобы в случае непредименных обстоятельств на тебя. Ничего там не прилетело. Потом показался с этой стороны. Отъехал. И допустим, можешь... Когда убедился, что тебя ничего не ваншотнет, можешь выехать с центра. И назад, прежде чем закончится цикл выстрела. Дальше отъехал. Ближе чуть пару дымов накинул. Тебя оно пойдет вот таким образом. Ты там слева вытаскиваешься в этот раз. И так далее. Теперь. У тебя перед танками всегда должно быть мясо. У танка дистанция 2 200. Здесь 1000. Ну, лучше смотреть 1500. То есть, 2 200, 1500. 500-800 метров примерно у тебя от танка до БМП может быть приблизительно. Не обязательно именно 800 метров выдерживать. Ну, так. Чтобы хоть какую-то цифру назвать. Сколько тут? 500. Пойдет 500 метров. 500 метров впереди у тебя перед танком спам. Вот ты высунулся из дыма, а враг-то зацеливается автоматически на пехоту. У танка стоит приоритет первого выстрела по пехоте. А не по танкам. И вражеский танк будет стрелять в пехотинца с приоритетом. Ты высунулся, дал шот. И опять уехал. Пока чел уничтожает твое мясо. Причем тебе не обязательно выкатывать там 20 тысяч пацанов. Чуть-чуть. Чуть-чуть совсем. Одного пацана. На один выход одного пацана отдаешь. Один отряд. Дальше. Как дымить птуры? Вот и все. Чтобы не мешать ни себе, ни людям. Справа-слева. Или один большой двойной. Берем птур, смотрим. Все, одного хватило. Он уже не простреливает никак в сторону 2 пяток. Все. Ему придется бегать куда-то. Или допустим. Еще один вариант. Птуры стараются базироваться. На углах. Не только птуры. Вообще пехота работает на углах. Поэтому берешь какой-нибудь квартал. Зацеливаешь угол. И огнем. Фугасами. В угол. Минус 1. Правда, в панику не хочет впадать. Но вот уже беспокойство. Он уже будет хуже стрелять. Даже под беспокойством. Он уже будет хуже в пытье попадать. Ты уже себя более-менее прикрыл. Просто в уголок откидался. Никак не хочешь миномет убивать. Это большая беда. Но птур уже пробитый. У него уже снизилась точность. И он не так опасен. Так. Вопросы. Пожелания. Мне гайд. Покажи, надо дымить. Покажи 18 австралийский минометов. О, Господи. Какой кошмар. Еще такой момент, что 4 на 4 по-другому не играется, чем 1 на 1. Не привык немного. Базовая версия. Это командная игра. Лучше научиться сначала в командник, потом в 1 на 1 идти. Ну все. Если вопросов больше нет, то давайте заканчиваем. Всем спасибо, всем свободно. Ждем 30 секунд и уходим навсегда. Я до сих пор не понял, зачем надо 30 секунд ждать. Но Мурмур настаивал.